Приветствую православные, пятница, 30 июня, и мы продолжаем читать Евангелие с церковью на площадке русской конописной школы. Итак, пятница, 30 июня, церковь в качестве рядового чтения или другие читает сегодня от Матфея 44-е зачало, это первые 8 стихов 12-й главы. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же Его взалкали и начали срывать колосьи и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он рассказал им, разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал самые бывшие с ним? Так он вошел в Дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит милости, хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо сын человеческий есть господин и субботы. Ну, то есть сначала педантично позанудствуем и посмотрим на то, как разгорается спор. Ученики его взалкали и начали срывать колосье и есть. Парисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу. Не устаю указывать на вот эту подробность, мы ее еще не раз встретим, и я всякий раз на нее укажу. Ну, потому что это действительно во все времена так было, и как в Евангелии. То есть Евангелие на все времена, вечная книга. Господу жалуются на учеников, да, я бы уверовал, но жирные попы на джипах едят младенцев и ведут себя неприлично. Говорят люди Господу, ну, то есть Христу ты что-то можешь сказать, все, Господи, а ты говорил неправильно. Читают Евангелие, все правильно, все хорошо. Но вот жирные попы мешают, или вот апостолы. В общем, твои ученики что-то как-то... И ученикам говорят, а почему ваш учитель с мотарями и грешниками ест и пьет? Да, то есть, и опять же, приходят и говорят, вот, все хорошо, но вот как-то вот смягчить бы, вот, там, про разводы и про блуд. Нельзя ли убрать заповедь про блуд и в разы больше станет христиан в мире, да? Опять же, за Господа пытаются спросить у его учеников. Ну, так обращайтесь напрямую к ученикам, да, к жирному попу, а что ты жирный поп, да, а вам не стыдно? И ко Господу, Господи, а почему вот ты так сказал? И это было бы честнее, но неизменно в Евангелии Господу предъявляют претензии за его учеников, а ученикам предъявляют претензии за Господа. Ну, и по поводу того, чего делать, чего не делать в субботу. Это про закон Моисеев, который прямо предписывал не жать край поля, который оставался пришельцем. Вот вы, евреи, были пришельцами в земле обетованной, и с тех пор помните и не обижайте пришельцев, какими когда-то были и вы. И поэтому ученики не нарушали право собственности, как нам бы сейчас показалось. Представляете, вот, да, выходит дачница, пенсионерка, и видит, как у нее, значит, огурцы из грядок срывают и едят тут же. Конечно, надо возмутиться. А вот в иудаизме был такой закон, что если у человека есть поле, то край поля он не жнет. То есть, вот это выросло его трудами, но это для пришельцев, для путников. Ну, и, да, если гидантично занусывают, то давайте еще раз посмотрим. Засеянное поле в Залкале начали срывать колосья и есть. И там был четкий критерий, что если мы с инструментом выходим, да, то есть серп, значит, пшеница серпом обрезали, то это уже работа, это грех. В субботу нельзя работать. А если рукой колосья сорвали, очистили и съели, ну, это вот от безысходности. Ну, потому что, опять же, если фидантично занусывать, желающие могут провести эксперимент. Взять сырой рис, сырую гречку, сырую пшеницу, ну, только у нас ее трудно найти, мы ее уже в муке получаем. В магазине уже мука, а не пшено. И попытаться вот наесться сырым пшеном, сырым рисом, сырой гречкой. Вот как вот в ладонях сумели очистить, как вот в рот попало, вот, ну, голод, конечно, заглушит, но чтобы вот этим наесться, и при этом еще так, чтобы было вкусно, да, ну, нет, конечно, невозможно. И Господь, вместо того, чтобы спор гасить, чтобы уйти вот в это, да, что я сейчас сказал, да, он сказал, а, простите, там серпом жали или руками? А там вообще работа совершалась или вот все-таки растирание колосьев в руке – это не работа? Иначе, ну, там была такая радикальная секта, которая так хранила покой субботы, что адепты этой секты считали, что надо всю субботу провести в той позе, в какой суббота застала. Вот как с двенадцатым ударом наступила суббота в ночь, с пятницы на субботу, вот надо в том же положении пребывать все время, чтобы не совершать никакой работы. Ну, и простите, опять же, за подробности, проводили они субботу в отхожем месте по понятным причинам. Надо оказаться там и как бы вот там вот просидеть весь субботний день. И вот Господь ей говорит, ну, что вы делаете? Ну, вот если мы доведем до абсурда, то получится, что в субботу и ложку-то поднять – это работа, да, то есть чайник поставить на плиту – это работа, работа, заварить чай – это работа, работа, сесть за стол, начать есть – работа, в конце концов, даже переместиться из спальни на кухню и в пресловутое отхожее место – это тоже работа. Мы себя перемещаем. И вот финал. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо сына человеческие есть господин и субботы. Вот это разница между буквой и духом. Соблюдая букву, фарисеи не заметили духа, а Господь говорит, я есть путь истинной жизни. Придите ко мне всетруждающиеся, обремененные, и азу покою вы. То есть Христос – господин субботы, потому что во Христе мы обретаем покой. То есть вот мы метались, думали, планировали, получалось, не получалось, а потом уверовали, и как-то вот наступил покой у тех, кто правильно уверовал, да, у тех, кто действительно встретил Господа, а не попытался из религии сделать инструмент принуждения. Потому что всегда есть те, которые приходят и говорят, вы, наверное, в храм не ходите, вот зубы и болят. Ты вот имела жизнь до брака сексуальную, вот у тебя такие вещи-то в жизни и случаются. Вот ты матершинник, и вот бесы, они радуются, когда человек матерится, его облепляют, и на тебе, значит, бесы. Вот это для чего? Чтобы человек почувствовал себя неуютно, неудобно и стал доступен для манипуляции. Ну и заметим, фарисеи и Господом пытаются манипулировать, говорят, а что это твои ученики? Ну-ка быстро извиняйся, ну-ка быстро построй своих учеников, скажи им, чтобы они, значит, перестали так делать. А Господь намеренно это обостряет и не просто предлагает разобраться в ситуации, они это делали руками и без инструментов, значит, и закон Моисеев их не осудит. И, кстати, это тоже очень важный момент. Единственный человек, который полностью исполнил закон, это Бога-человек и Иисус Христос. Вот он полностью исполнил закон. Но Господь намеренно это все еще и обостряет и говорит, а вот Давид и так далее. Ну, я думаю, первую книгу царства, 21 главу, вы прочитаете и без меня. Вот, кстати, неплохое занятие на сегодняшний день. Первая книга царства, 21 глава о том, как Давид эти хлебопредложения-то и съел. А на сегодня все. Берегите себя и возвращайтесь завтра к православным.